Ты скажешь, говорил я правду или нет? И вы знаете, я настолько уверен в том, что я всегда говорю, почему? Я знаю, что после этих событий происходят элементы, колоссальные перемены. И я очень сильно хочу, чтобы это произошло с вами. Вот реально, знаете, основная эта идея, ради чего мы здесь, как вы думаете, ради чего мы на этой сцене стоим, ради чего мы это что делаем? Ради вас. Ради вас. Мы тысячи километров летим ради того, чтобы вам было. Каждый, конечно, со своей целью, каждый есть своя команда, но ради вас. И главное, если бы мы не верили в это, нас бы здесь не было сейчас. У нас так у всех все хорошо. И люди пользуются продуктом, и это будет дальше. Но самое главное, что нас мотивирует, это желание вам, вот этот шанс, воплотить в жизнь. И сейчас едет на сцену человек, это награждение. Это следующая квалификация. Это квалификация, с которой можно получить признание на форуме компании. Вот это, вот знаете, когда я был первый раз на этом событии, на форуме, это было много лет назад, по-моему, какой, 12-й год, если я не ошибаюсь. И реально, вот когда я увидел этих людей на сцене, я не знаю, кто про что там мечтал, но вот эта квалификация для меня стала, как какой-то, наверное, путеводной звездой. Эта квалификация называется «бриллиантовый директор». А давайте с вами подытожим. Сколько нужно директоров, чтобы быть бриллиантом? Восемь. Восемь директоров. Ну, это минимум, на самом деле. Обычно намного больше, намного больше. Но это, в принципе, как задача и как цель. Более того, я могу вам сказать одну такую штуку, и это большинство нашего бизнеса, можете эту фразу себе записать. Вначале мы перерабатываем и недополучаем. Потом на уровне. А потом мы недорабатываем и что? Переполучаем. И переполучаем. Услышали, друзья мои? Вот так тоже работает наш бизнес. И парадокс в одном, что можно полгода, год идти к бриллиантовому директору, а потом за один месяц достичь квалификации мастера. За один месяц. Услышали? Когда Константин Тарнахольский был бриллиантовым директором, мы расписывали его сеть. У него тогда было, по-моему, 12 директоров. 11 или 12. И когда команда была в зале после события, мы сделали фланирование. Было 12. Как вы думаете, сколько директоров за месяц стало после 12? Плюс 16 за один месяц. Вот это вашество нашего бизнеса. Именно поэтому сегодня человек, который выйдет на награждение в этой квалификации, вы понимаете, что он за один шаг до мастера. И реально после этого события его бизнес может просто удвоиться. Вы готовы встречать нового бриллиантового директора? Скажите мне. Да. Точно готовы? Да. Друзья мои, я хочу, чтобы вы в этом событии реально отдали себя на 100%. Я понимаю, что это событие реально уже перевернуло ваше сознание. Вы массу эмоций отдали, массу получили. Но я хочу, чтобы на финишной прямой сейчас вы максимально мне показали, что вы чувствуете внутри. В плане эмоций, в плане энергии, в плане вашего принятого решения. И самое главное, порадовались за этого человека. Для него это очень важно. Итак, новый бриллиантовый директор. Встречаем. Ирина Азинчук. Ирина Азинчук. Ирина Азинчук. Ирина, первое вопрос, кто наставник, кто мог прийти в эту праздникал? Наставник Екатерина Константиновна Кончанова. Я возьму слово, вы должны понимать, что вы знаете как, представьте себе момент, что вся ваша жизнь поменялась. Представлю, то, о чем мы говорим, это стало реальностью. Вот благодаря второму клубу и конкретному человеку вы начали жить по-другому, там путешествия и всего остального. Как вы будете относиться к этому человеку, который помог вам достичь этого? Вот попробуйте прочувствовать этот момент. Понимаете, что сейчас чувствует Ирина, какие слова благодарности и отношения к человеку, который привел ее в эту коррекцию? Давайте поаплодируем Ерине и всей нашей страны святой Роджикады. Это на самом деле огромное уважение для каждого требования, для которых нам не было здесь. Ирина, я сейчас оставлю вас, мне очень сильно хочется, чтобы вы поделились залом самым ценным, что им поможет достичь этой квалификации. Как им нужно поменяться, может быть, что им приобрести, может быть, через ваш опыт личный. Но вот реально я хочу, чтобы они в вашей истории увидели частичку себя. Новый бриллиантовый директор себя. Дорогие друзья, ну, начну, наверное, с самого главного. Коралловый клуб подарил мне жизнь. Ну, жизнь для каждого, наверное, самая ценная. Для моих трех детей Коралловый клуб подарил маму. Для моего мужа любимого, жену. Для мамы, дочку. Я живу, я радуюсь. И у меня очень много планов. И очень много благодарности. И Богу, и всем людям, которые как-то запчастны моему счастью. Всем спасибо большое. Я вообще преподаватель, тоже учитель. И мой педагогический путь начался с 14 лет. Я прошла все ступени педагогического образования, да, начиная с дошкольки. Сейчас я педагог высшей школы. И почему я в Коралловый клуб, чего мне вообще не хватает? Все вроде удалось. Есть чем заниматься. Очень много разных проектов. Я зову бы отделением профессионального образования, коммерческого. И казалось бы, ну что еще? А вот так получилось, что... Что бы я ни делала, в каких бы глобальных проектах не участвовала, мне всегда приходилось приходить домой. Муж здесь уже выступал. Это тот человек, который хочет полетать на самолете. Спасибо. Да, и мне приходилось у него просить деньги для разных каких-то моих, опять же, проектов, да, жизненных. Так уж повелось, и на моем днище встретился замечательный педагог, когда я была молодая. Это был преподаватель-филолог. Она меня очень любила. Эта женщина была очень такая, деликатная. И любила со мной поговорить по лошам. И говорила, Ирочка, вот... Вы представляете, какой у вас будет супруг? Какое у вас будет будущее? Я ему, конечно, представляю. Ну, расскажите. Я говорила, ну, вот мой муж будет честный человек. Да, знаете, это очень важно, честно. А что это значит? Я говорю, понимаете, он должен быть честный, он должен быть верный. Ну, как бы это во всех, чтобы сверху, да, применялась. То есть, для меня это важно, чтобы он был моим другом. Она говорит, ну, вот, знаете, а вот, что будете? Какие у вас традиции будут? Я рассказывала. Когда делали что-то денег, я сказала, понимаете, вот в нашей семье баба приносит всегда зарплату маме. И это считается, ну, как же, знаете, признаком такой вот порядочности мужчины. Было такое вот у наших родителей, да, наверное, у других семьи. И она сказала, нет, нет. Вот, когда вы будете супругой, вы никогда не берите деньги у мужа. Пусть все деньги семьи находятся у супруга. Я говорю, как же так? Вот, посмотрите, зато он будет отвечать за все, что будет происходить в вашей семье. И если вам будет чего-то не хватать, это будет на его ответственность. Я задумалась. И действительно, когда мы познакомились с моим мужем, замечательным человеком Алексеем, с того вопрос, да, вот как о финансах, о финансах, где-то деньги должны лежать в каком-то одном месте. Я сказала, нет, 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 пусть деньги будут всегда у тебя. Да, а если мне понадобится, да, вот что-то для себя, я подойду к тебе и попрошу. И так было очень долгие годы. И все было замечательно, прекрасно. И вот в один момент, когда мой отец покинул эту землю, отошел ко Господу, мне захотелось на свои деньги скопить и поставить ему памятник, такой, какой я хочу. И вот на эти накопления, я посмотрела, была немалая сумма, у меня ушло два года. И я впервые задумалась. Я очень многое умею. Я очень хорошо и по совести дружусь во всех местах, где я трудилась. Почему у меня не хватает моих собственных средств для того, чтобы я могла реализовать какие-то свои задумки? И когда я впервые попала на события Кораллового клуба, я увидела возможность развиваться здесь. Потому что здесь, в принципе, может состояться любой человек. Любой человек, если он пожелает. Потому что здесь есть все. И дается все. Вот на ладошку. Только вот надо нам захотеть это взять. Берите, вот просто берите и пользуйтесь. Только захотите. Конечно, нужны труды твои собственные. Но первое, нужно желание. И я решила заняться первый раз в жизни бизнеса. Муж, конечно, об этом не знал. Но я стала пропадать из дома и посещать все события. Абсолютно все. Ничего не понимая, я ездила на все системные семинары. В НЭКС принимала участие. В форум. То есть я посещала все события. И мы уже ничего не говорили, куда вы едете. Да, ничего. Леша, я в Белгород. Леша, я, да. Ну, как-то у нас все это доверие. Вот. И в итоге стали каждый месяц закрываться новые квалификации. Вот это как-то магически действует. Просто приезжайте на события. Потом я услышала, что надо еще привозить своих людей на события. Когда это скорость. Можно спросить, а сколько, как квалификации менялись? Вот с момента принятого решения? Ну, вот когда это произошло? Первое событие у меня было в январе, 24 января. До января в Белгороде. Вот сейчас. 19-го года. И каждый месяц у меня закрывались, подтверждались новые квалификации. Вау. Да. И уже... Мне кажется, стоит. А до этого вы не карали, или только пошли? Или нужно вы сразу камеру? На золотых, две золотых. Я уже приехала дня на каждое... А сколько с момента оформления дисконта? Сколько вы в Каралле были? Два года. Нет, еще нет. Еще нет два года. Ребята, то есть человек год просто пользовался, и это ничего не значит. Многие из вас, может быть, много лет были в Каралле. Но момент принятого решения, и каждый месяц меняется квалификация. Я считаю, это очень важно. Я, на самом деле, очень жалею, что мой непосредственный спонсор оказалось, что это моя студентка в Кузове. Она просто как-то стеснялась мне предложить бизнес. И я ей сейчас говорю, Катя, почему ты мне раньше вообще не предложила заняться бизнесом, и только первые предложения... Катя, я Екатерина отвечаю. Нет, я Екатерина. Да. Ну вот, наверное, не надо бояться, надо сразу говорить людям о таких возможностях. И тогда, наверное, быстрее мы будем добиваться каких-то успехов. И не только радовать себя, своих близких, но и как бы нести вот эту вот радость всем, кто нас окружает. Это действительно радость. Еще я хочу сказать, что Екатерина Ханча, тот человек, который согревает не только меня, и всю мою команду, и те люди, которые быстро собрались вокруг меня, это благодаря, конечно, ее качествам, лидерским, необыкновенным качествам, ее звучанию, которое было созвучено именно с нами. Я вот искренне желаю постоянно быть с ней и боюсь того момента, когда часто говорят, если вы вырастаете, то лидер вас заставляет. Я буду делать все, чтобы моя команда так росла, чтобы было столько новичков, чтобы мы всегда были вместе, чтобы у нас были всегда... Это был повод быть вместе, как бы, допустим, и в том числе сейчас, когда мы маленькие команды здесь, в Питере. Спасибо, Екатерина Ханча. Я не бросил вас, как я не бросил. Я могу сказать, что мы действительно новое время поездили, что мы с ними парнию по-настоящему. Это будет вообще новый уровень развития. Быть лидером – это очень важно. Быть рядом с ним, слышать его, звучать вместе с ним, потому что, представляете, это какая арха. Это не один инструмент, то есть одна струна, а это просто такое многоструй, это целый оркестр. Тогда все быстро и красиво звучит. Спасибо. Спасибо. В новой бюлентовой деревне. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за эту условию. Действительно, для нас это очень важно, потому что сколько-то вы видите, знаете, и шансы в этом ее дают. Спасибо.